привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео пойдет о двух многолетних растениях это арабис и абриета сегодня я буду проводить уход то есть арабис я буду рассаживать пикировать вернее а абриету буду прищипывать об этом поподробнее в сегодняшнем видео кому интересно оставайтесь смотрите итак друзья перед вами отличнейшие всходы арабиса сеяла я его 28 января у меня в саду есть этот цветок только белого цвета здесь насыщенный розовый цвет сегодня буду рассаживать вот такой лоток с мини ячейками в каждой ячейке 100 грамм субстрат у меня приготовлены смешанных в равных пропорциях садовая земля от таравита живая земля и нейтрализованный торф добавила сюда агроперлит сложности в принципе никакой нет чтобы рассадить это растение по ячейкам я делаю углубление и буду рассаживать не по одному растению а пучками то есть по несколько растений в одну луночку как лобилиум может быть можно было и посеять этот цветок в открытый грунт но я сразу в открытый грунт но я решила все же вырастить этот цветок рассадным способом в принципе никакой сложности не было в сходах они очень замечательно зашли сеянцы стояли на свету температура для прорастания была 22 23 градуса семена этого растения я заказывала в интернет-магазине opt6.ru ссылочку оставлю под эти видео можете пройти и посмотреть там есть однолетники многолетники двухлетники проходите выбирайте потому что можно сеять некоторые цветы и сразу в открытый грунт а у нас только начало марта в принципе начала посевного сезона март можно сеять еще и питанию и другие цветы чуть позже покажу вам свою обрету вот так я рассаживаю отделяю кусочек вернее вот так всходов переношу аккуратно в лунку и заглубляю до семидольных листочков если приглядеться то семидольные листочки есть и пошла расти первая пара настоящих листьев но так как глубина лоточка где были посеяны семена арабиса она небольшая и чтобы развитие корневой системы было лучше чтобы растение пошло в рост поэтому конечно уже необходимо проводить первую пикировку до высадки в открытый грунт я думаю что место будет мало поэтому перевалка будет еще одна но все буду показывать на своем канале кому интересно подписывайтесь кто не подписан все тонкости по различным видам растений все буду снимать и вам показывать и так друзья вот такой способ пикировки вот такой способ выращивания многолетнего растения конечно их многолетних почвопокровников в большущее количество огромное количество которые предлагают нам производители и чтобы наш сад нас радовал конечно же я каждый год стараюсь посеять тот или иной многолетник то есть вырастить побольше многолетников потому что все же однолетние цветы они более проблемные потому что их надо вырастить а многолетники стоит только один раз посеять и этот цветок будет вас радовать каждый год но вот и все друзья получилось вот таких два ло . с ячейками 30 ячеек но теперь буду приступать сейчас к другому растению итак друзья я хочу вам показать свою бреду сегодня я буду ее прищипывать на какой стадии она сейчас находится значит смотрите вот у меня на данный момент я подсыпаю если она вытянулась до семидольных листочков я ее подсыпала и постепенно по окружности поливаю все сеянцы находятся у меня в торфяных стаканчиках метод посева я оставлю вам ссылочку под этим видео можете пройти посмотреть как я буду прищипывать ее оставляем одну пару это семидольные листики вторая пара идет настоящие листики но она считается как первая пара настоящих листиков а это вторая пара настоящих листиков и вот над второй пары настоящих листиков я убираю вот эти части точно так же поступаю здесь то есть семидольные не считая первая вторая эту часть убираем и поступаю точно так же с каждым растением отсчитываю если семидольными три пары если настоящие то две пары и макушку мы отсчитываем можно конечно и не трогать оставить так но если мы так оставим то тогда у нас не будет компактный пышный кустик будет вытянуты будут вытянуты и побеги а нам надо получить к высадке на постоянное место хорошие компактные пышные кустики я выращиваю бриету не первый год она мне есть на моем участке я думаю кто видел видео летние весенние видели эту красоту здесь у меня смесь окрасок и конечно хочется побольше этого растения зацветет такая бриета высажена рассадным способом только на второй год поэтому главное вырастить хороший кустик высадить его цветение мы будем ждать уже на следующий сезон рядышком вот такое развитие у меня бодро плющелесной пускает вот такие уже длинные плети свои вот если взять одну ячейку здесь потому что у меня вот такой лоточек с ячейками две стаканчики надо будет ближайшее время тоже пересаживать ячейки по 100 грамм здесь я не провожу прищипку вот в этом горшочке была проведена прищипка потому что вот из дальних стаканчиков я укореняла сюда растение укоренились пошли в рост и теперь если мне не нужно будет черенков то есть если надо черенком черенки я обрежу поставлю водичку они пустят у меня корешки я пересажу если мне нужно получить пышное красивое растение очень простой и легкий способ посажем в стаканчик хорошо особенно когда не узкий сам стакан идет а поверхность стакана широкая то есть есть низкие но широкие но может даже высадить я может быть и не буду 200 грамм посмотрю какой объем посмотрю какая корневая система и начиная вот допустим если бы здесь было бы это бодро пищу листная я бы по окружности начала вот так зигзагом ее вот так закручивать закрутила и прищипнула грунту как я сделала здесь здесь мне вообще вот в этом дальнем горшочке оставалось оставались очень тонкие маленькие побеги я уложила их прищипнула вот такими как бы скобами и пошел расти вот такой они очень хорошо укореняются из каждой пазухи листьев если их прижать к земле и придавить чем-нибудь допустим или сделать какие-то скобы можно сделать шпильку как придумать что-нибудь они дадут в пазухе листьев корешки укореняться и отсюда пойдут новые побеги то есть очень быстро и легко размножается вот этот цветочек мне понравилась бодро плюща листная но многолетники у меня плана на многолетники на открытый грунт а бодро плюща листная в открытый грунт я высаживать не буду как почва покровник я буду делать миксы в горшках и добавлять вот такой конечно прекрасный цветок который имеет красивую интересную листу ну вот и все друзья что хотела вам показать сегодняшнем видео понравилось видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал пишите комментарии мне будет очень приятно как вы выращиваете бриету пробовал ли кто-нибудь посеять сразу в открытый грунт и и тоже очень ценная будет информация так как по севам открытый грунт я не пробовал выращивать только рассадным способом до новых встреч до новых интересных видео всем здоровья удачи мира нам всем пока пока